Привет, вы на канале Колбин Ревью. Сегодня на обзоре, как мне показалось, на первый взгляд, самый красивый телевизор, который можно купить в 2023 году. Это флагманский телевизор от Toshiba Rexo OLED X99L. В основе данного телевизора лежит OLED-дисплей на движке Rexo Alpha от компании Toshiba. Этот процессор с искусственным интеллектом является мозгом телевизора, который должен обрабатывать картинку с супер-пупер, что-то приближенное к идеальному Sony XR процессору, так заявляют, по крайней мере, японские разные представители. Rexo ZR Alpha может похвастаться примерно в 4 раза большей производительностью по сравнению с обычным процессором по обработке изображения. Итак, это OLED-телевизор, выпущенный в середине 2022 года. Он имеет матрицу 120 Гц и звуковую панель, которая вроде как должна избавить меня от нужды докупать сюда какой-либо саундбар. И да, на момент съемки данного обзора в магазине MVideo стартовала акция, ну, в честь Черной Пятницы, и я не удержался, понравилась цена, и я его купил по акции в рассрочку на 30 месяцев, как бы, ну, нормально. И я начал на него делать обзор еще, на самом деле, до акции, и снимал его в магазине, но уже перед монтажом в пятницу стартовала акция, и я купил его в этот же день. Пришлось отменить обзор, попользоваться им около недели, ну, или чуть меньше, и выдать вам чуть больше информации, чем было у меня в первой версии данного обзора. Из плюсов, которые выделяют японцы в первую очередь, делают, ну, наверное, большой акцент на том, что это то, ну, что тут есть запись на внешний жесткий диск ваших ТВ-каналов. На это то, чтобы делать некий такой упор, что а-ля мы можем, и это удобно. Функция в самом телевизоре называется PVR и Time Shift, но извиняюсь, если как-то неправильно произношу, с английским беда. Также фишка данного ТВ и акцент самой компании, это, опять же, как я уже сказал, процессор REXA, аналог Sony XR. Заявлено, что тут будут работать искусственный интеллект, и, например, искусственный интеллект здесь будет исправлять тон кожи, будет красивый скинтон, да, также будет доработка изображения, шумоподавление и так далее. Также заявлено, что тут Тошиба поработала над шимом, синим цветом, и вроде как шим тут низкий, но проверить я это не могу, нет специального оборудования. А в интернете по данному телевизору информации крайне мало. В магазинах продавцы заявляют, что этот телевизор просто пушка. Мамы клянутся, но зачастую, как и меня, людей смущает, что на данный телевизор крайне мало информации в российском интернете. Отсутствие сравнений и каких-то адекватных обзоров. Попробуем немного сегодня эту ситуацию исправить. Многие считают, и по этому поводу идут даже какие-то огромные споры. Рынок делится на два типа людей. Одни пишут, что Тошиба сейчас это технически и программно, как была Hisense, так и осталась, за исключением более дорогого позиционирования рынка продаж. Да, я вот даже про этот OLED говорю. Типа, в целом вообще, это те же самые телевизоры от Hisense, но просто позиционируют себя как премиум и используют чуть более дорогие материалы вместо пластика, ну, металл, например, и так далее. И таким образом пытаются вытащить из кармана любителей Тошиба больше денег. На данный факт указывает очень много факторов, как по сборке, так и по программному обеспечению. Но опять же, это нисколько не говорит о том, что этот OLED от Тошиба показывает картинку плохо. Вопрос лишь вот в каких-то нюансах. Правда ли, что к легендарному бренду японцы уже не имеют никакого отношения? Вот в чем вопрос. Но тут на поле боя выходят другие персонажи, которые вступают в спор и начинают говорить о том, что Hisense купила только право на бренд и не более. Доступ к хай-тек технологиям Тошибы они не получили. Говорится, что у Тошибы и Hisense один завод, на которых делают телевизоры, но цеха сборки по какой-то причине разделены. Панели у этих моделей тоже разные. Например, наш X9900L сейчас сравнивают, ну не знаю, с Hisense A85 OLED, да, от Hisense. Но как показали тесты сравнения, Тошиба намного ярче, а Hisense намного тусклее. Например, если включить на двух этих телевизорах Игру Престолов с темными сценами, ну, Ночные войны вот эти их, как самый популярный тестовый ролик, смотря на оба этих телевизора, можно смело заявить, что разница есть, и она такая, ну вот, существенная. Ну и по цене также на данный момент, если смотреть без акций, да, потому что, ну, не факт, что этот обзор будут смотреть только вот, когда еще Черная Пятница идет. Если смотреть без акций, цена сейчас около 25 тысяч разница, да, а ранее вообще была около 50, при этом это не OLED, а Тошибы упала в цене, да, а вся линейка Hisense немного так, ну, да я даже сказал, неплохо так подорожала. Чтобы заинтересовать вас, посмотреть этот обзор до конца, скажу, что телевизор тут не без косяков, и есть люди, у которых после покупки обнаруживались проблемы, например, какие-то цветовые артефакты, после этого люди сдавали ТВ в сервис, и после обследования, когда люди спрашивали, чья там вообще панель, им показывали, что, например, ну, вот в 55-й диагонали матрица стоит от LJ-C2. Также не могу перед обзором не сказать, что телек очень тяжелый, а коробка у него больше, чем у других телевизоров 65 дюймов, и у многих в машины данная коробка просто не войдет. Также дома один вы его не установите на ножку, и тем более повешать на кронштейн тоже не сможете из-за его веса. Все остальные нюансы смотрите дальше в этом видео, расскажу все, что удалось узнать. Перед началом обзора скажу следующее. Первые впечатления, хорошая картинка, интересный звук, даже система вида не сильно пока что напрягает, но до вида я еще дойду в этом видео. Погнали, начнем, наверное, с начинки телевизора. На данный момент известно, что панель тут OLED LG EX, чип MT9900, 4 ядра 1.8, Cortex A73, ну, соответственно, поддержка всех кодеков, HDR, CLG, HDR10, 10+, ну и Dolby Vision. По звуку, да, аудиокодер, здесь Dolby Digital и DTS, да, сборка завода Hisense, Китай. Представляется, данная модель сейчас на рынке, можно купить в 55 и в 65 диагонали. По факту, это аналоги G серии от LG. В 65 диагонали, ну, X99LE матрица стоит от C2 и G2. В интернете я видел комментарии, в которых пишут, что фу, телевизор, у этого телевизора стоит матрица от LG C2, это плохо, при этом, говорят, стояло бы от LG G2, другое дело. Но на самом деле в C2 и в G2 стоят, ну, одна и та же матрица EX, EVA панель, ну, так называют ее, ну, сама компания LG. И яркость в G2 на 10% больше, чем в C2, потому что в G2 стоит немного другой радиатор, вот и все. Лишь в G3 применяется там дополнительный слой линз перед матрицей, и как бы чуть-чуть картинка, да, меняется. Toshiba, да, никаких-то, ну, каких-то там TTX-ов не дает, про панель сильно не разговаривает, значит, здесь, ну, как бы 100% стоит обычная EX панель, и в интернете уже есть и комментарии, и людей можно найти, которые сдавали данные телевизоры в сервис, и им говорили, что да, панель от C2. Давайте начнем про дизайн. Внешний вид телевизора вот моего, Toshiba 65X99LE, ну, создает такое хорошее впечатление, но, ну, красивый телек. Но единственное, да, да, все равно не покидает это ощущение, что дизайнеры вдохновлялись моделью Sony, вот этими OLED-овскими, видимо, как, ну, и самим процессором, что его даже с XR сравнивают. Задняя панель прямоугольную форму имеет черного цвета, которая, так сказать, прикреплена, да, как-то приклеена к основной, ну, к вот этой задней пластине, к экрану. Она скрывает процессор и разъемы, расположенные сбоку и несколько сзади. Глубина этого выступа составляет, ну, там, 5-6,5 см, 4,9 см, в то время как толщина самой OLED-панели менее половины сантиметра, там, 0,4 см, по-моему. Ножки у этой модели Toshiba плоские, в форме буквы T. Для дополнительной устойчивости имеется центральная опора на задней панели в середине, я это все сейчас на экране покажу. При желании телевизор также можно закрепить и на стену, учитывая, что часть разъемов направлены вбок, как питание, так и HDMI, можно телевизор повесить вплотную к стене, если подумать заранее под вырез для розетки. И не забываем, опять же, что есть разъемы, которые направлены в стену, это тот же LAN кабель или оптика, и если вы этими разъемами будете пользоваться, то, опять же, нужно об этом подумать перед тем, как его вплотную вешать, ну, к стене. Экран здесь безрамочный, но с трех сторон, толщина всего около 9 мм с трех сторон, нижняя панель уже идет более широкая, около 36 мм, и эта сетка, под ней спрятано место для двух или там трех динамиков. За ее решеткой расположена часть акустической системы REX с технологией Hi-Res. Слева под ней, да, ну, сзади находится кнопка управления, справа датчик и инфракрасный приемник пульта, а также индикатор включения. Корпус телевизора отличается высоким качеством сборки, потому что вот я его даже вешал, и вот, ну, чувствуется, что материалы, все плотненько, ничего нигде не отваливается, все супер. У меня не было каких-то претензий, смотрел на теле, когда собирал, ну, и как-то чувствуется, что все по-добротному сделано. Единственное, он тяжелый, экран олет, и как будто бы на подсознании боишься его вообще лишний раз трогать. Пульт выполнен в стиле телеков из каких-то там 2000-х, если использовали телеки Sony, то тут плюс-минус такой же по дизайну, ну, я бы сказал, без дизайна пульт. Пульт, кнопочный, старый, но, блин, удобный пульт. Он приятный, тактильно, кнопки прорезиненные, очень приятно держать в руках, есть цифры, удобно вводить там пароли. Для текста есть приложение вида, удобное, кстати, я его скачал, пользуюсь, удобно прописывать адреса там для той же лампы в Media Station X, например, и так далее. Ах, да, в целом, управлять телевизором можно вообще полностью через это приложение вида на смартфоне, там, ну, или на планшете, если к Wi-Fi подключаетесь, ну, нужна одна сеть, к одной Wi-Fi сети нужно подключиться. Приложения позволяют управлять учетной записью вида, добавлять контент в избранное, ну, и транслировать экран. Также есть возможность управления функциями телевизора. Ну, данное приложение, вообще, его можно использовать как пульт, как мышку в браузере, ну, и как для ввода разных там ссылок или паролей, тоже это все возможно. На пульте есть кнопки доступа к стриминговым сервисам, количество кнопок сервисов тут 12 штук, удобно, что все сервисы почти для РФ, для России, да, из 12 пользоваться можно, к сожалению, только 8 кнопками, остальные 4 это бесполезные вот эти всякие приложения, а именно это вида фри, там одна реклама, всякие там рекомендации с ютуба и так далее, да, приложение NBA, приложение Deezer и Prime Video. Надеюсь, я правильно произнес, еще раз, если неправильно какие-то приложения назвал, вы это все на экране видите, как бы, если что, в комментариях пишите, но сильно не осуждайте, с английским беда. Но сюда вы, наверное, поставите Media Station X и будете смотреть все, что хотите, я так, собственно, и сделал. Но у меня еще есть подписка на Premiere на 2 года за 300 рублей и приложение Wing на 1 год за 250 рублей. Кстати, подобные акции я публикую в своем телеграм-канале, ссылка будет в описании, переходите и подписывайтесь. А если вы через ПК смотрите, то ссылку на телеграм-канал в виде QR-кода я прикреплю на экран, у вас, вы это все видите, можете отсканировать и подписаться. По поводу кронштейна, кстати, подойдет любой, смотрите, чтобы на коробке было крепление типа веса 300 на 400. Если будете вешать, то крышку заднюю возле разъемов можно снять для какого-то такого облегчения доступа к тем же разъемам USB или HDMI и так далее. Скажу, давайте самое главное, сейчас будем разговаривать про качество телевизора. Телевизор Toshiba X99L демонстрирует, наверное, ну на мой взгляд, превосходный уровень черного, да? Ну а что, ну это же OLED-матрица, я как бы здесь другого не ожидал, но и выдумаю тоже. Угол обзора тут все 170 градусов, он поддерживает HDR, HLG, HDR10+, и Dolby Vision. Также имеется поддержка VRR, AMD FreeSense, вот, и LLM. Начальники Toshiba заявляют, что фишка Toshiba OLED-а это просмотр именно ТВ-каналов. Типа тут такой крутой процессор, что он супер круто обрабатывает и улучшает ТВ-каналы. Процессор Rex выделяется какой-то вот насыщенностью и яркостью, естественностью цвета. Но я на самом деле смотрел видео на Ютубе в 1080, смотрел в Винке вот эти обычные ТВ-каналы, Россию, Первый канал и так далее. Ну и вы сами знаете, что в Ютубе, что в этом Винке, сжатие видео, ну сами знаете, какое оно херовое. Но я вижу, что большая часть видео на Ютубе или в этом же Винке, ну мне нравится, меня устраивает. Думаю, процессор тут и правда неплохой. И смотреть даже на такой диагонали, вот здесь где-то полтора-два метра, телевизор вообще спокойно можно. То есть процессор нормально справляется. Намного лучше, чем какие-то китайцы за 30-40 тысяч рублей. Если, естественно, цветопередача, ну здесь я бы не сказал, что она идеальная, да, нет этого какого-то вау-эффекта по настройкам, как у Sony, конечно. Но я честно скажу, картинка по калибровке более чем адекватных вопросов вообще не возникла. Плюс я на японских форумах вычитал, что калибровка там на заводе как-то с помощью японцев тоже производится. То есть это, ну они как-то к этому тоже так серьезно, со всей силой относятся и вроде калибруют так неплохо. Матрица, кстати, здесь 10-битная, OLED у нас это телевизор, который обеспечивает бесконечную контрастность, но эту информацию вы и без меня знали. Яркость в пиковых значениях, кому интересно, тут около 1000 нит, но вот сейчас внимание, в стандартном режиме изображения, именно в стандартном, в 5% окне, яркость составляет около 800 нит. Я нашел такую информацию. А вот в режиме кино яркость, конечно, меньше, но в игровом режиме, например, показатели были чуть выше 1000 нит. Для сравнения, например, столько же у LG G2, мы сегодня уже о нем говорили. Кто не знаком с технологией OLED, то если коротко, OLED матрица обеспечивает лучший уровень черного, да, за счет возможности полного отключения каждого светодиода, каждого пикселя. Вот, Toshiba использует здесь технологию, алгоритм, она вот так называется TrueColor OLED, если я правильно произношу. Он анализирует входной сигнал разрешения, параметры кодирования, и битрейт, и очищает его, дорабатывает, и за счет этого, я как уже сказал, обычные ТВ-каналы или тот же YouTube нормально смотрятся, и в принципе меня все устраивает. Контент с низким разрешением масштабируется благодаря алгоритму искусственного интеллекта, опять, здесь 4К upscaling, как-то так он там еще по-особенному называется, тоже с участием REX, альфа, что-то такое. Потоковый контент любой, да, низкого качества, хорошо обрабатывается, с очень небольшими артефактами, они есть, да, но редко, если вот придираться. В целом телевизор реализует традиционную, вот для всех OLED-телевизоров преимущество, высокий контроль пиковой яркости на мелких бликах, и самое главное, это точность цвета. Но по яркости надо пояснить, выдает он вот эту пиковую яркость 800 или 1000 нит только в мелких деталях, лампы, огни и так далее. Сам телевизор по яркости не вау, дома днем яркости лично мне иногда не хватает. У меня окна как бы от пола до потолка и днем, когда шторы открыты, ну не хватает яркости, плюс телевизор еще как зеркало бликует, ну такое себе. Вот, плюс это такой, я уже как говорю, ну такой зеркальный как будто экран, ну это отвлекает в целом от просмотра. Вчера смотрел, например, сериал вечером, а позади на кухне, ну на кухонном гарнитуру еду же наготовила. Естественно, над плитой вот эти лампочки есть, да, на вытяжке. В итоге смотреть было не всегда комфортно, так как на темных сценах я видел как в зеркало все, что происходило за моей спиной возле гарнитура. Я постараюсь это на видео как-то вам там показать. Телевизор имеет предустановленные режимы изображения, при необходимости доступны дополнительные какие-то настройки, яркости, контрастности, насыщенности, резкости и так далее. Можно выбрать даже цветовую гамму, а также вручную отрегулировать оттенок красного, зеленого, синего и так далее. Ну и тон кожи тоже. Из коробки бандинг отсутствует, но даже если бы он и был, вроде как исчезает после первой очистки. По крайней мере, я находил подобные комментарии в интернете, у людей, у которых бандинг из коробки был, после очистки пропадал, но я таких комментариев очень-очень мало нашел. Также я находил на форумах, что у некоторых людей из коробки есть тинт. В левой части сильнее, в правой меньше, это розовая такая хрень. Но при этом люди пишут, что у многих, ну вот этот тинт проходил за первые двое-трое суток, у кого-то до недели доходило. Тинт равномерный, но я считаю, что для многих вообще не критично. Для многих, ну такое, как бы, многие даже не заметят, если не будут включать специальные заливки, проверки и так далее. А кто-то видит тинт, потом это все фоткал и шел в сервисный центр, эту тошбу забирали. Сервис отправлял документы производителю, ну и приходило положительное решение на возврат или на обмен. Обработка движения тоже, как бы, немалая важная такая часть в телеке. Телевизор демонстрирует в целом отличное качество уплавнялки, потому что я читал, и люди по консультации обращались. В магазине кажется, что уплавнялка не вау, но на самом деле по уплавнялке там и несколько режимов, это все настраивается, и она более чем адекватная. Здесь есть MEMC, а это значит, что для спортивных программ и каких-то экшн-фильмов телек хорошо подходит, ведь с ней все динамические вот такие сцены становятся четкими и, ну, не размываются. В меню доступны режимы плавного, стандартного, четкого кино и пользовательского сглаживания. Для просмотра фильма лучше отказаться от максимального сглаживания, но для спортивных каких-то передач будет полезен супер вот этот плавный режим. Пользовательский вот этот режим позволяет настроить параметры под себя, ну, как вы любите. Благодаря здесь то, что есть 120 Гц матрицы и технология как-то Ultimate Motion, 120 Гц, я думаю, что размытия движущихся объектов практически отсутствует, да. Наверное, это результат очень низкого времени отклика телевизора, здесь всего около 3 миллисекунд. Ну, мне кажется, здесь это вот все в совокупности играет, то есть и OLED-матрица, и хороший процессор, и 120 Гц, и дополнительные всякие вот эти плюшки, типа Ultimate Motion, 120 Гц, ну, вот эти всякие технологии, которые сюда напихали, это все вроде бы более-менее нормально работает. Ну, и, наверное, скажу про операционную систему вида, да, я хотя уже вначале заикался об этом. X99.00 работает на операционной системе вида, разработана это компанией Hisense, которая приобрела производство Toshiba, я еще давно это сказал. Интерфейс виды, в принципе, удобный, в нем легко разобраться, это вам не Android, в настройках которого можно там заблудиться, вида очень понятная в плане интерфейса, и довольно шустрая в работе, хоть иногда и жестко троит. А вообще, ее легко настроить под ваши нужды, но минус, это не открытая система, здесь дополнительные приложения, как на Android, ну, не поставить, ну, вот так легко, да, то есть Media Station X, конечно же, помогает, но это все равно не одно и то же. Как пример, я поставил Media Station, но для торрентов, да, чтобы мне смотреть там в Окино, торренты смотреть, мне нужен TorServe, который нужно поставить или на комп, или на телефон, и каждый раз вводить в настройках лампы, там, или в Окино действующий IP-адрес TorServe, который у тебя на телефоне, адрес именно TorServe на смартфоне. Ну, не всегда удобно, но и не у всех Android есть. Экран разделен, ну, на такие полочки, где вам, ну, рекомендуют разные всякие контенты, но это все реклама, ну, и отключить это нельзя, в принципе, не напрягает. Для использования приложений на смартфоне, в целом, для полного использования телека, нужно будет все равно создать учетную запись вида, и в телеке это пригодится, да, больше возможностей. Ну, и чтобы полноценно этим приложением пользоваться, тоже он все время просит зарегистрироваться. Выбор приложений для установки на телевизор, ну, конечно, не сравним с Google Play, вот на Android в телевизорах, да. Это, конечно же, жесткий минус, но в целом есть почти все, и даже это почти все предустановлено. И вроде как вида активно так нормально развивается, и с каждым обновлением в магазин что-то, да, добавляют. Совсем недавно тут, кстати, не было приложения Кинопоиск, а сейчас из-за нужного нет, по факту, только ВК-видео. Кстати, вначале сказал, что Toshiba делает акцент на возможность записи эфиров, и да, тут есть вот эта функция TimeShift, она позволяет приостанавливать телепрограмму и в любой момент возобновить ее просмотр в удобное вообще время. А также есть вот эта PVR-технология, как более крутой вариант TimeShift, с ним вы можете не только управлять одной программой, но и сразу несколькими каналами. Например, на двух каналах идут две, каких-то два шоу, которые вам нравятся, две программы, и вы хотите посмотреть и ту, и ту, тогда вы можете на одном канале установить запись, а в это время смотреть свой второй канал. В целом, про эти две функции можно почитать отдельно, если вам это интересно, в интернете об этом как бы все рассказано. Просто я не смотрю ТВ-каналы, и у меня все в основном через интернет. Toshiba наоборот говорит, что странно убирать подобные функции из телевизора, так как без этого телевизор не будет, собственно говоря, телевизором. Но, будем честны, я провожу немало консультаций, каждый второй обращается, кто пишет, да, они пишут мне, отвечая на вопрос, что они смотрят дома на ТВ. Ну, я вопросом задаю, что вы смотрите на ТВ, а мне отвечают, что ТВ-каналы и Ютуб. Короче, много людей смотрят именно телеканалы, и я не буду этого отрицать, для многих эта функция здесь будет полезна. Давайте, наверное, лучше про звук поговорим. Телевизор оснащен встроенной акустической системой Dolby Atmos 3.1.2, мощность здесь 90 Вт, где-то я читал, что вообще пишут 80 Вт, но все-таки японцы говорят, что 90 Вт на своих официальных презентациях. Данную акустическую систему компания называет Rexopower Audio Extreme. Это довольно неплохая попытка реализовать такой объемный звук в таком не очень толстом телевизоре, и все спрятано в корпус. Но на практике качество не всегда соответствует вот этим ожиданиям на самом деле, потому что рекламируют здесь звуковые, да и боже, ну и в магазинах тебе об этом рассказывают. Но в целом Dolby Atmos и DTXX поддерживаются, но звучание встроенных динамиков не может сравниться с тем, что обеспечивает отдельный сабвуфер. Если хотите получить супер крутой звук, то саундбар за 20-30 тысяч рублей вас тут не выручит, надо брать что-то гораздо дороже. Поэтому для комфортного просмотра фильмов имеет смысл приобрести внешний саундбар, желательно сабвуфером, но 100% это не какой-то вариант за 15-30 тысяч. Если и брать сюда саундбар, чтобы он переосилил тот звук, который дает телевизор, то здесь будет цена саундбара от 40 или даже 50 тысяч. Или рассмотреть вариант отдельной какой-то акустической системы для объемного звука. Звук, потому что тут классный глубокий бас, на самом деле это бомба. Если честно, если сравнивать с конкурентами, с теми же Hisense, LG, ну или даже возьмем последний OLED от Samsung, ну и везде там звук намного хуже. Ну не намного, но хуже. Потому что тут внедрили технику, как на телевизорах Sony, когда есть звук из экрана. Тут есть так называемый экранный такой динамик посередине, который воздействует на экран с помощью каких-то там специальных приводов. То есть тут по факту 10 динамиков, мощностью общая здесь 90 ватт, но при том, что один центральный динамик размещен в центре экрана, звук получается более такой естественный. Как будто вот человек говорит и прямо из его уст и идет собственно к вам в уши звук. Это намного круче, чем вы их смотрите из обычных динамиков дома фильмы. Вообще все эти 10 динамиков должны давать тебе аналог звука 360. Еще и поддержка Hi-Res Audio, Dolby Atmos, это вообще все круто. Звук из экрана, как у Sony, это вообще это Mashev, шикарно. Мне в Sony это нравилось, здесь это сделали, тоже хорошо работает. Но по факту просто здесь очень хороший звук. Ну нет, точнее, ну здесь не саундбара от Samsung какой-то топовой компании. Ну топовая вот эта их комплектация там с колонками тыловыми за 100к. Ну здесь именно звук дома вау, да. Но я говорю, что я просто знаю, что люди, которые мне писали, говорят, вообще звук крутой, саундбар никакой не нужен. Я говорю, ну если возьмешь там саундбар за 70, то он будет лучше. И при этом мне говорили, в смысле, здесь вообще должен звук быть вообще неповторимый какой-то и так далее. Но я так скажу, звук здесь 90 ватт и он лучше любых саундбаров за 8, 10, 15, 20 тысяч рублей. То есть сюда докупать какой-то саундбар за эти деньги не стоит. Звук прямо что в магазине придете, послушаете, он вау прям крутой. Что дома его хватает. Если не хотите тратить там дополнительные 50 тысяч на саундбар, его здесь ну и покупать не нужно. Немножко про конфигурацию динамиков коротко перечислю. Здесь полных, ну с полным диапазоном 2 динамика. Высокочастотных динамиков тоже 2 штуки. Боковые высокочастотные динамики тоже 2. Верхние высокочастотные динамики 2. Низкочастотных динамиков 1 штука и экранный динамик посередине тоже 1 штука. Про подключение. Телевизор Toshiba X99L, но X9900L, вот LE даже если правильно. Он оснащен 4-мя портами HDMI, из которых 2 поддерживают стандарт HDMI 2.1. Один из них с ERC, ну опять же для саундбара или еще чего-то. А 2 стандартно обычный HDMI 2.0. Для всех входов доступен автоматический режим низкой задержки. Также имеется 2 порта USB, один будет 2.0, а один 3.0. Порт LAN и слот для телевидения, вот этот ся, или как он правильно, да? Оптический выход есть, выход для наушников, разъемы для спутниковых и эфирных антенн. Поддерживаются беспроводные модули, вот эти Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами, перечислю их на экране, текстом боюсь не выговорить с английскими, я говорю, все плохо. Ну и наверное про игры, многим будет интересно. OLED зачастую берут, там для PlayStation 5, для Xbox X и в целом телек нормально подходит. Игровой режим есть, тут есть 4К 120 Гц, есть HDMI 2.1. Ну на самом деле суперский телек для игр, но сразу скажу, что есть нюансы. Есть подозрения, что тут не все прям для игр. И если вы там супер игроман, то OLED и от LG вас устроят больше. При проверке, вроде включаешь 4К 120, он во мне отображает сверху, что есть HDR. Но по факту начинаешь проверять в настройках, да, HDR отображается. Плюс 4К 120 Гц в Dolby Vision нету, только 4К 60 Гц в Dolby Vision. VRR тоже, если что, здесь есть. В игровом режиме поддерживается еще AMD FreeSyns Premium. К сожалению, задержка ввода не превышает 15 миллисекунд, что сравнимо с LG C3. К сожалению, не поддерживается разрешение 2К и частота 144 Гц. Я, ну, не нашел такой информации, чтобы здесь это работало. Хотя очень странно. Но при этом за эти деньги можно найти телеки и OLED, которые будут вам выдавать и 2К, и 144 Гц, если, ну, не знаю, тот же компьютер будете подключать. Подводя итоги обзора данной модели, Toshiba X9900, можно сделать следующие выводы. Крутой ли телек? Ну да, что взять за эти, ну, он сейчас вообще недорого стоит. Но за эти деньги, наверное, Sony можно найти. Только, например, если даже вот будем брать без скидок, например, по цене 65-дюймовой Toshiba можно взять только 55 дюймов в Sony, например, или Panasonic. Для тех, кому важен именно размер, можно спокойно рассмотреть данную модель в 65-й диагонали, а если 60-много, то, в принципе, и 55-я есть. Самое главное, что есть вроде дешевые Hisense, да, А85H, и многие скажут, что то Hisense, что это Hisense, но по факту А85H EX панели не имеют это точно. Судя по чистейшему белому, серому и в то же время тусклому изображению, это какие-то более старые, ну, не совсем современные панели от LG. 25К сейчас разница без акций или 50 тысяч ранее, это разница в целом, которая заложена в панелях именно EX, да, и плюс система звука у Toshiba. Остальное внутри вроде как, в принципе, одно и то же. И за звук, и более яркую панель, и более новую точно стоит доплатить, когда цена, как сейчас без акций, отличается на 20 тысяч. А если как в то время, когда я купил, то тот же Hisense мне бы обошелся намного дороже, чем моя Toshiba. Данная Toshiba мне вышла по цене дешевле OLED от Hiro или Skyward. Ну, сейчас я говорю, 31 число, я его брал по Черной Пятнице, он стоил вместо 270, 150, я его взял в рассрочку, в рассрочку мне вышел 140, ну, если сразу заплатить. Я считаю, это супер хорошая цена за него. Ну, кстати, про процессор, да, я вот вспомнил. Тут заявленный, если вот говорить, вроде вот есть, вот, я говорю, выше Hisense A85, так у Toshiba с обработкой изображения тоже намного лучше. Никаких заиканий, квадратиков я вот в магазине сравнивал, стоял. Хотя завод, как говорят, ну, вроде бы один. Но, на мой взгляд, похоже, Toshiba все же премиальнее по железу и материалам все равно. И заявленные процессоры, здесь вот это Rexo Alpha или еще что-то, ну, это что-то реально существующее, а не какой-то рекламный ход. Плюс, когда я вот это про телек здесь читал, изучал, что как, лазишь на японских сайтах, и японцы данный телек на самом деле хвалят. И представительство Японии там его представляет, рассказывает, что там разработка японская, да, дизайн, вот это процессор и так далее. То есть, ну, не знаю, тут спорно, насколько вот эту Toshiba можно отнести там к какому-то лютому Китаю и так далее. Хотя даже Hisense сейчас к какому-то лютому Китаю сложно отнести, когда они там, ну, делают на самом деле очень хорошие за свои деньги телевизоры. И в Европе они, ну, достаточно популярны, их также все хвалят, особенно вот эти U8K, U8H в прошлом году, это у нас, они на ADS матрицах, да, вот прошлогодние. А в Европе так она была на VA матрице, и там все вообще за те деньги, которые она продается, его все хвалили. Ладно, я чуть-чуть от темы отошел. На самом деле это флагманский телевизор от Toshiba, брать его точно можно. Хотя я все так же считаю, что Sony это что-то около идеала, но в RF его просто так не купить. Ну, а если вы его и найдете, то это все будет либо дороже, либо без гарантии. Ну, не знаю, можно ли так рисковать его, ну, хер знает. Также нужно сказать, что вот у OLED телевизоров намного лучше, чем у обычных ЖК телевизоров, с точки зрения именно вот угла обзора, угол обзора здесь круче. А то я вот сейчас вспоминаю, вообще я сказал в этом обзоре про это или нет. Если не сказал, то вот говорю. Ну, мне кажется, я вообще это даже не упоминал. Что вообще взять, если там не Toshiba, например, то, наверное, модели какие-нибудь Sony или Panasonic. Там в топовых моделях на заводах матрицу подвергают суперкалибровке для повышения равномерности белого и серого. Делает ли так Hisense и данная полуяпонская Toshiba, я точно сказать не могу, но в интернете я читал, что вроде как японцы та же Toshiba заверяют, что матрицу калибруют и, ну, этому уделяют особое внимание. Вот. Но, чтобы увидеть, чтобы показать, что все это было наглядно, нужен OLED от Panasonic или Sony дома рядом, да, но у меня такой возможности, к сожалению, нет. В целом люди хорошо отзываются про данный телек после его покупки, говорят, что хороший телевизор и каких-то проблем там у людей нет. По поводу радиатора, да, я вот сейчас вспомнил, в голову пришло, если меня спросят, я не нашел информации, что здесь есть там какой-то радиатор, как у LGG2, да, чтобы там мощный был какой-то. Не нашел данной информации. Тут лукавить не буду, никто не пишет информации крайне мало, а разбирать свой я, конечно же, не стану. Но часто слышал такое еще, что среди всех китайцев это лучший вариант сейчас. У нас именно на рынке в РФ с гарантией. Именно среди, ну, OLED-телевизоров я имею в виду. Хоть и говорят, что нет разницы между High Sense A85, я выше примеры привел, что одна начинка и так далее, все же обработка изображения и яркость выше, и звук лучше в одних и тех же настройках. Если деньги есть на LG C3, G3, там, Sony, Panasonic, тут, конечно, можно посравнивать. Но если вы хотите прийти купить в магазине по нормальной цене и с гарантией, то Toshiba на самом деле будет нормальным, адекватным вариантом. Я купил, мне, в принципе, меня вот все полностью устраивает. Каких-то жалоб, конечно, нет. И, конечно же, все же не будем забывать про сервис. Про сервис в России сейчас у LG и Samsung, ну, в отличие от Toshiba, нормальный сервис, быстрый, нормальный, рабочий, сервисные центры есть. А вот у LG и Samsung, ну, к этому вопросы возникают. Понятно, что если вы купите Samsung, LG в том же NVIDIA, либо в DNS, вы его по ремонту в DNS или в MVideo понесете. А если вы купите каким-то серым, вам он с Sbermega Market привезут его, да, то, ну, хер знает, будет ли вам магазин нормально, ну, там, потом давать какую-то поддержку. А так, время покажет. Но на данный телек очень мало какой-либо информации на самом деле. И, ну, я еще раз говорю, что не все телеки ломаются. У меня вот был китаец, я покупал его несколько лет назад с Алиэкспресса, с лютой скидкой. Мне привезли 4 года, спокойно работал, я его на Авито потом продал, и он до сих пор работает у людей. Но вот я говорю, что, ну, не всегда даже этот сервис и нужен. Иногда люди хотят просто сэкономить, потому что, ну, даже те же айфоны не все покупают в MVideo, а покупают на Авито, там, на 30 тысяч дешевле. И также можно поступить в целом и с телеками. Ну, а сейчас 150 это крутая цена. 270 это вот цена, когда нету никаких скидок. Его тоже, я знаю, люди покупали, и люди писали комментарии даже с ценой там в 250 тысяч рублей. Ну, думаю, по надежности ничем вот корейцы не уступят. Если люди спокойно берут за 150 хайры, то почему бы вообще бояться брать данную Тошибу? Ну, я не знаю. Но цена у него, конечно, сейчас вне акции. Не сказать, что бы какая-то дешевая. И по цене, наверное, можно посмотреть на те же LG C3 или C2. Поэтому тут можно задуматься. Официально корейцы в магазинах, ну, сейчас, ну, их с избытком. C2, C3 можно спокойно найти. Самсунги у нас в городе вообще на каждом углу. Ну, я имею именно и вообще в целом сейчас говорю про LG, Samsung, Sony. Все так же, кстати, нету. Если сравнивать его, вот этот телевизор уже 22-го года. И вот, если и сравнивать, то с LG C2, да, наверное. То, наверное, C2 лучше будет в играх, а у этого лучший звук. Вот. Ну, и дизайном мне как бы поудобнее. Ну, и как обещал, вставку про косяки, которую я заметил на своем телике. И те, что нашел в интернете, да. Начнем с того, что нашел в интернете. Люди говорят, что при просмотре Ютуба, если ускорять видео, телевизор иногда зависает и с таким жутким писком. И помогает только выключение телека с розетки, так как ульта телека не реагирует. Говорят, что любые взаимодействия со скоростью просмотра Ютуба, отвечая через браузер, приводит к каким-то зависаниям. Причем витринные образцы в магазинах так не глючат. Ну, и у меня, кстати, тоже такого нет. Техподдержка в таких случаях высылает новую прошивку. Она на какое-то время помогает, дефект пропадает и все работает. Но через некоторое время у некоторых людей проблема снова возвращалась. И если нести потом данную модель в сервисный центр, то вам выдадут акт о неисправности какой-то оплаты и предложат ее заменить. Но когда вы придете в сервисный центр, чтобы вам ее заменили, да, вам скажут, что плату заказать невозможно и телевизор как бы на обмен. И тут вы можете либо такую же модель заказать, либо поменять в том же NVIDIA или DNS на какой-то плюс-минус эту же цену другой телевизор. У меня же какие-то лаги были. И если говорить про свои лаги, у меня какие лаги были. При включении разных приложений дерганный зеленый экран при открытии любого приложения помогало. Только перезагрузка за неделю я такого, ну, два раза до встречал. Еще из лагов у меня вида нормально работает в обычном меню, фильмы, сериалы и так далее. Но если я включаю Xbox, включаю игровой режим, то вида прям вот она подлагивает. То есть вот эта менюшка с настройками, она дерганно так работает и это напрягает. Но в остальном вида в целом все устраивает. Кстати, я забыл сказать напоследок, что автояркость в телевизоре есть. Динамическая функция Dolby Vision IQ работает. Я с ней, кстати, играю в Xbox Series S. Данная функция что делает? Она регулирует яркость дисплеев, соответствует с условиями освещенности именно у вас в комнате. Функция работает и жаловаться на нее не буду. На этом вроде бы как все. Если есть какие-то комментарии по поводу обзора, по поводу, есть ли вообще этот телек вы себе по акции, без акции и так далее купили, то пишите обязательно комментарии. Буду ждать и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok